Здравствуйте! С вами программа «Время Икс». Меня зовут Ксения Вишневская. Сегодня тема нашей программы «Порядок и сроки уплата транспортного налога в Севастополе». И гость нашей студии – представитель межрайонной Федеральной налоговой службы номер один по городу Севастополю Ефремов Дмитрий Викторович. Дмитрий Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! И в преддверии праздника, который состоится 21 ноября, я хотел бы поздравить прежде всего заранее вас и ваших коллег с этим праздником. Уже 26 лет, да, я так понимаю? Да, да. Налоговой службе в этом году исполняется уже 26 лет. Я всегда задаю такие вопросы, как отмечать? Потому что это все всегда как-то закрыто, мне кажется, кроме концертов. Нет, мы отмечаем, как обычно, на работе, на, можно сказать, боевом посту. Дело в том, что для налоговых органов достаточно горячая пора. Напоминаю, что 1 декабря срок уплаты транспортного налога. Поэтому мы вас сюда и пригласили, чтобы сделать это напоминание. Скажите, есть ли какие-то изменения в этом году? Предстоят ли изменения в следующем году? И вот эти подробности хотелось бы все-таки узнать. По сравнению с прошлым годом ничего по ставкам, по порядку уплаты не изменилось. Добавились новые возможности по уплате. О них мы с вами можем подробнее поговорить, если вам интересно. Конечно, интересно, потому что я тоже налогоплательщик. И, в принципе, у нас, мне кажется, все, большинство людей, которым нужно вот сейчас в эти короткие уже сроки. Мы же тянем всегда до самого последнего, в том числе и я. И хотелось бы узнать, как мне оперативно это сделать? Основным ресурсом налоговой службы является личный кабинет налогоплательщика. Любой гражданин Российской Федерации может открыть личный кабинет, подойдя лично в налоговую, с паспортом, с документом, удостоверяющим личность, причем в любую ближайшую по выбору. А дистанционно это нельзя делать? Дистанционно это сделать нельзя. Дело в том, что это персональные данные, которые защищены и цифровыми технологиями, и законом о защите персональных данных. Чем отличается налоговый ресурс, налог.ру, от госуслуг? На налог.ру. Дело в том, что на сайт госуслуг стекается информация от всех федеральных органов власти. Таких как ГИБДД, службы судебных приставов, в том числе и налоговая. Вы можете видеть информацию о своей задолженности, о своей переплаты, но вы не будете видеть, за что был начислен налог. Личный кабинет налогополитического существует в том числе и для этого. В нем размещены все объекты, по которым начисляются налоги. Размещена справочная информация, какие ставки действуют по тем или иным объектам. Из налогового, из личного кабинета вы можете обратиться в любой абсолютно налоговый орган. В общем, если мы сейчас с вами будем перечислять все, что можно делать из личного кабинета, у нас с вами займет это не на передачу. Давайте не будем, перейдем, потому что время, к сожалению, у нас. Главное, да, главное, что можно сделать, это можно оплатить из личного кабинета, не выходя из дома. И пеню тоже, если тебе уже начислили, ты просрочен, можно еще отследить, увидеть, выдохнуть и оплатить. Вся информация оперативно обновляется, и вы это можете сделать, не выходя из дома. Дмитрий Викторович, скажите, а ставка по городу Севастополю сейчас какая на транспортный налог, если сравнивать с другими регионами? По закону города Севастополя, который был принят в 2014 году, как мы все знаем, ставки дифференцированы, и они зависят от мощности автомобиля. К примеру, автомобильной мощностью до 100 лошадиных сил ставка налога 5 рублей, а далее 7, 25, 50, 100, в зависимости от мощности. Поэтому чем мощнее автомобиль, тем гражданин платит больше, что естественно. По сравнению с другими регионами, могу сказать, что это одна из самых низких ставок в стране. А с чем это связано? Дело в том, что транспортный налог – это местный налог. Соответственно, ставки утверждаются законодательным органом субъекта. Здесь такой налог принял законодательное собрание города Севастополя. А может, такой личный вопрос? Я думаю, что у многих, по моей аналогии, в моей ситуации тоже такое происходило в жизни, может быть, чтобы предотвратить, скажем так. Если был как-то недавно, ну как, относительно недавно, закон по поводу купли-продажи машины без снятия учета. То есть ты оформляешь договорчик, и все со спокойной совестью передаешь машину, и, в общем, сделка, собственно, совершена. Но, если ты продал эту машину, и тот не снял ее с учета, да, там по закону тоже есть, тебе просто... Мне стали приходить после продажи машины то, что я должна платить за свою машину налог, когда ее уже не стало. Я столкнулась с этой глобальной проблемой, потому что, ну, где-то контакт потерян, где-то еще что-то, куда бежать и что делать вот в этой ситуации? К сожалению, к сожалению, мы отмечаем, что это достаточно распространенная ситуация. После купли-продажи мы всегда рекомендуем налогоплательщикам убедиться, что покупатель снял эту машину с учета и поставил на себя. Дело в том, что платильщиками транспортного налога являются собственники. По закону, пока машина не снята с учета, подчеркиваю, именно не снята с учета, а не оформленный договор о купли-продаже, вы являетесь платильщиком транспортного налога. Поэтому рекомендуем убедиться, если такая ситуация, не дай бог, произошла с вами, вы имеете право подойти в ГИБДД и самостоятельно снять машину с учета. А в ГИБДД по месту регистрации этого автомобиля, да? Нет, вы можете обратиться в районное МРЭО по месту жительства. То есть этот вопрос можно решить? Я думаю, да. Тогда следующий вопрос. А если, например, ты перегнал машину свою, но она у тебя числится, например, в другом регионе, а там ставка повышена, соответственно, транспортного налога, но ты ездишь по городу Севастополь. Что делать в этой ситуации? В соответствии с налоговым кодексом транспортный налог исчисляется по месту нахождения налогоплательщика, то есть по месту регистрации. С 2013 года неважно, где вы ставили машину на учет. Вы переехали, автомобиль переехал вместе с вами. Поэтому с момента постановки на налоговый учет, то есть с момента регистрации вас в городе Севастополе, налог должен исчисляться по ставкам города Севастополя. Если по каким-то причинам федеральная миграционная служба не сообщила в установленный срок о том, что вы переехали, бывают такие ситуации, естественно, люди очень часто на самом деле переезжают, то мы всегда рекомендуем подойти в налоговую службу по месту регистрации, написать заявление, приложить копию паспорта с пропиской, мы внесем все необходимые изменения и пересчитаем при необходимости налог, но не более чем за три года. А, то есть вот так. Кстати, это, конечно, не ваша тема программа, но я не могу не задать этот вопрос. А что касается земельного налога? То есть вот как это будет у нас? Я так понимаю, что нам скоро предстоит что-то оплатить. Конечно, конечно. Закон в Севастополе о земельном налоге был принят в 2014 году, и налоговая служба в Севастополе планирует в следующем году сделать начисление налога на землю за три года, то есть за 17-й, соответственно, 16-й и 15-й. То есть наши дорогие телезрители, готовьтесь. Не будем так категоричны, ставки небольшие, поэтому, я думаю, все будет хорошо. Дмитрий Викторович, ну, конечно, хочется узнать по поводу вашей еще деятельности, которая меня очень, честно говоря, удивила, что вы проводите еще лекции для школьников по поводу налога. Как раз-таки налог, как правильно сформулировать, это налог? Мы проводим уроки налоговой грамотности. Налоговая грамотность. Налоговая грамотность. Налоговая грамотность. Конечно. Это нужно прям детям вот в этом возрасте. Мы считаем, что это необходимо, что это обязательно. Если уж взрослые не знают о своих налогах, то дети, они... То есть дети, они более восприимчивы к информации. И если с юных лет, да, при воспитании мы будем доносить налоговую культуру, да, правила уплаты, что это такое, зачем это нужно, то таких вопросов, я думаю, в будущем, да, будет меньше. И потом образование никому еще не мешало, в числе и в части налогов. Это очень хорошо. Меня это, конечно, очень порадовало, потому что в моем, в моих школьных годах, к сожалению, такого не было. Хотя вот очень странно, да, вот сейчас я сталкиваюсь с какими-то такими проблемами, которые нужно решать, вот. И, кстати, мы всегда оставляем это на самый последний момент. И вот очень интересно еще, где можно брать актуальную информацию о изменениях, соответственно. Соответственно, еще раз призываю и повторю. Личный кабинет налогоплательщиков. Все налоговые обновления со сроками уплаты, с объектами, на которые начислялся, они размещаются в личном кабинете. Хотелось бы отдельно остановиться. Часто нам задают вопрос, что делать, если не получили уведомление. Срок уплаты 1 декабря уже скоро, уже скоро, то есть не позднее далее будет уже начисляться пение. Что делать? Вариантов, почему вы не получили налоговое уведомление, несколько. Мы остановимся на самых распространенных. Во-первых, вы подключились к личному кабинету и благополучно про него забыли. Как это обычно бывает? Потому что когда налоговую вспоминают? Именно в срок уплаты. И с налоговой службой встречается раз в год. Итак, все налоговые... Виктор, можно только поторопить немножко? Поторопить, да. Все налоговые уведомления размечаются в личном кабинете. Далее, у налогоплательщиков, у которых налог составил менее 100 рублей, налоговые уведомления не формируются. Этот налог будет включен в следующий год. По всем остальным случаям, не получили, приходите к нам. Обязательно разберемся, распечатаем. Всегда рады видеть вас, да? Мы всегда рады. Это хорошо. Ну и, собственно говоря, у нас осталось сколько? Две, да? Три недели? Две недели. Я уже как-то сбила. Две недели, да, осталось? Буквально две недели. На что хотелось бы обратить внимание и успокоить наших дорогих граждан. Если по какой-то независящей от вас, подчеркиваю, независящей от вас причины, вы не получили сводное налоговое уведомление, то налоговая пересчитает налог и установит новый срок уплаты. А если ты переплатил? Если у вас была переплата, то, соответственно, она будет зачтена в счет уплаты будущего периода, либо, может быть, возвращена по вашему заявлению. Ну, я надеюсь, что нашим телезрителям стало немножко яснее, что-то мы разъяснили, что-то, может быть, новое рассказали. Мы тоже на это надеемся. Мы призываем наших граждан не бояться налоговую приходить. Мы всегда поможем, всегда расскажем и внимательно выслушаем. Тем более вы сегодня пришли, меня так зарядили на то, чтобы заглянуть накануне в налоговую. Спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, наше время эфира подошло к концу. И я желаю еще раз, напоминаю, что скоро будет праздник, и желаю вам хороших праздничных дней. Спасибо большое. Чтобы вы тоже отдыхали. Спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня гость нашей студии был Дмитрий Викторович Ефремов, представитель Межрайонной Федеральной Налоговой Службы номер один по городу Севастополь. А я на этом с вами не прощаюсь. Это была программа «Время Х». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова